Реконструкция теплотрассы идет практически во всех районах областного центра. На московском шоссе и проспекте Карла Маркса подрядчики заменят трубы теплотрассы, протяженность которой порядка 270 метров, сообщили в профильном городском департаменте. На данный момент рабочие разрабатывают котлован, демонтируют старые трубы и лотки, чтобы затем произвести монтаж нового трубопровода. По графику подрядная организация должна завершить перекладку в августе. Справиться с задачей планируют на месяц раньше срока, к середине июля. Для этого на объект бросят дополнительные силы и станут работать круглосуточно. По словам специалистов, в период работы по реконструкции теплотрассы проблем с горячим водоснабжением у горожан не будет. В данный момент находятся все жители Коктейбурского района, которые относятся к этой линейной трассе с горячим водоснабжением. Отключение не планируется. Если будет временное отключение, мы оперативно будем переключаться на ГВС, который будет поставлять горячую воду жителям этого Коктейбурского района. От этого трубопровода запитено около 500 домов в границах Московского шоссе, улиц Николая Панова, Осипенко. Отметим, что участок реконструкции находится вблизи АЗС. Все риски учтены. Работы идут и за перекрестком улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Здесь подрядная организация обновит 300 метров изношенной теплотрассы. Общая протяженность труб диаметром 800 миллиметров, которые переложат на данном объекте, составит 600 погонных метров. Сейчас рабочие начали демонтаж старого канала, старых труб, которые за время эксплуатации подверглись коррозии. Занимаются монтажом временного трубопровода, чтобы не останавливать подачу горячей воды в дома. На данном участке будет проложена новая теплосеть. Так же, как и в предыдущих годах, с системой ОДК защита информации будет идти на протечки, значит, на какие-то повреждения на будущее. Но так как мы уже не одно десятилетие занимаемся данными видами работ, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент замечаний по предыдущим трассам у нас не было. В 2023 году планируется обновить 26 объектов теплосетей. 18 объектов основные, и на 14 из них реконструкция уже ведется. Еще 4 охватят работами с 5 июня. По 8 дополнительным участкам идет процесс согласования. В историческом центре города отремонтируют и модернизируют теплотрассы на 6 объектах. Все работы находятся на непрерывном контроле мэрии Самары и теплоэнергетиков. У нас на сегодняшний день в работе трасса от Алексея Толстого, начну оттуда между Пионерской и Комсомольской, туда в сторону Укрупской. У нас на сегодняшний день в ремонте Льва Толстого. В данной ситуации идет от, будем говорить, Галактионовской в сторону Самарской. У нас сегодня в ремонте Шестакович, а мы 8-10 должны завершить в нижних слоях. И в этом вопросе как бы быстро уйти отсюда. Мы готовимся к ремонту по части Волгского проспекта, где тоже выставляют сейчас ограждение, идут по тротуару в сторону Угресса. На эти выходные переход по Чапаевской, это для Шестаковича, буквально на двое суток гильзы, положить трубу и открыть движение. Кроме того, идет подготовка к перекладке теплотрассы по улице Куйбышева от Некрасовской до площади Революции, а также еще на одном участке улицы Льва Толстого, от улицы Алексея Толстого до улицы Некрасовской. Подрядчики работают на Береговой, Карбышево и по другим адресам. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.